Вольерчик вот он, с той стороны как остался. Никому тут они никакой беды не приносили. Нормальные собаки были. Пустые вольеры и полный комплект наград. Все, что осталось от Фокса, Грома и Абигаль. Среднеазиатские овчарки почти всегда были лучшими на выставках. Пока не выполнили последнюю в жизни команду. Лежать им приказали на территории местной фермы. Там утром понедельника Игорь Колесников нашел двух своих собак. Одна была убита выстрелом в сердце, смерть другой стала выстрелом в спину для хозяина. Я когда спросил, что мне нужно показать вторую собаку. Фокс вон там был в кустах, разодранный уже. В мешке она была. Я когда заставил их высыпать, посмотрели, что за собакой они сделали. И вот там было все, шкура снята, голова, ноги отрезаны. Что стало с третьей собакой, Игорь Колесников до сих пор не знает. Случившиеся хозяева фермы объяснили необходимыми мерами защиты. Овчарки лаяли, кидались на коров, нападали на людей. Вот и пришлось сбегать за ружьем. По рассказам, несколько раз выстрелили в воздух. Хозяин собак уверен. Сотрясать его начали уже позже. А вот стреляли прямо в цель. Вот три патрона, и не больше. Как они говорят, стреляли там 10 раз вверх, 10 раз в сторону стреляли. Вот три патрончика были целенонаправлены выстрелами, с кортечи. Прям собаку. Тем более гром он убит. Они, видать, стояли, собаки. Там он прям в сердце был. Алло, хозяева. Они уже, короче, не выходят. Им сказали вот эти, что здесь снимают. Получить объяснение фермеров нам не удалось. В то, что к своей смерти собаки пришли именно той дорогой, которую здесь указывают, Игорь Колесников не верит. Выставочные собаки были приучены к людям и никогда не проявляли агрессии. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют в Тамбовском ОВД. На сегодняшний день материал находится у нас в производстве. Значит, устанавливаем вообще наличие этих собак. То есть документально подтверждать надо это. И сумма ущерба. Опрошены там помимо заявителей из семьи Мусаевых еще пять соседей этого же села. Сумма ущерба, как подсчитали в клубе, где собаки были зарегистрированы, составляет более миллиона рублей. Свою проверку участковые собираются проводить до 8 апреля. После примут решение, возбуждать ли уголовное дело. Но пока поясняют не все факты в пользу хозяина собак. Ведь они гуляли на чужой территории. Теперь предстоит выяснить, по какой причине Фокс, Гром и Абигаль не нашли оттуда дорогу домой. Ольга Харук, Андрей Молев, Альфа Новости.